То есть, этот ролик будет интересен именно тем, кто любит цветы, сравнить цены. Да я очки не одену, елки в толку. Всем привет, Сереги и Оксаны. Из Алабамы. Берем вас с собой 19 марта в магазин. Все для дома. Посмотрим, что есть, что разобрали. Вы пошопаетесь вместе с нами. В разделе с пестицидами есть вот такие химикаты, гранулы. Чтобы тебе не приходили животные всякие, олени, зайчики, белочки. То есть, за 15-20 долларов рассыпать получается. А это от белок. Да, да. И на 2 месяца хватает. А то некоторые говорят, что на молении приходят или еще что. Вот химикат этот есть. Я не знал, я не обращала раньше внимания. Это отпугивает. Не запах какой-то. Да, в основном от мурашей продает. Ну, вот он инсек. А это да. Вот. От всяких пчел, ос, ловушки. От термитов обрабатывать. Химикатовать. Сам, чтобы ты делал дома. Убивающий. Кстати, вот эти пчелы, плотники, которые мы показывали в ролике, вот это убивает их. Вот этот фом за 8 долларов. Фом это... Господи, как по-русски. Да. Кистициды на месте все. Земля как лежала, так и лежит. Мы вообще хотим купить землю и посадить кое-что. Чего ты меня снимаешь-то, да? Я просто опять вспоминаю, что сказали, что на Ленина теперь похож. Так, ну, наверное, мы вон ту возьмем оранжевую. Да, на нее положим землю. Вот здесь поближе тащи. А, точно, давай. Так, давай посмотрим. Вот смотри, я хотела просто, значит, поснимать, почем рассада, почем земля. О, укропчик. О, укропчик точно, можно посадить укропчик. Нет, подожди, а почему тут написано камамил? Камамил это вообще чай, это не укроп. Тут написано, что это ромашка, ромашка такая, чай с ромашкой. Но укроп здесь будет. В общем, каждый такой горшочек 4,28 розмарин или 3,78. Причем, кто не знает, на базаре у нас это все, ну, во-первых, правда, нет такого выбора, но будет дешевле. Так, я вижу укроп. Вот укроп. Называется Ферн Лив Дил. 3,78. Мы возьмем, наверное, 1 или 2 укропа. Так. Вообще, большой здесь выбор. Потому что мы-то огурчики взяли на базаре, что-то там, или... Огурцы. Ага. 3,78. Ага. И здесь, как говорится, по 4, 3,4 в горшочке. Да. Мы брали... В общем, я на базаре брала. Так. Ну, все одинаковые, 3,78. Помидоры, 3,78. Ну, все рассада 3,78. То есть, на базаре они, наоборот, 2 по 5. Смотри, сколько... На базаре сколько? 2 по 5. 2 за 5 долларов. А здесь... Или, или там некоторые вообще... То есть, здесь дороже. Здесь дешевле. Здесь дороже. Нет, дешевле. Нет, если... Вон, уже с помидорами даже. Вон, смотри. Вот помидорчики. Видишь? Ну, это будет 20 долларов. 17,93. Этот большой. Если кто-то ждать не хочет, а хочет сразу большой. Так. Ну, очень много видов. Как интересно. Давай возьмем один куст. Давай возьмем для эксперимента. Просто для эксперимента. Возьмем. Давай я сам выберу. Так. Видите? Он не сломан. Ага. Ну, что, берем? Да, берем. Я взяла укроп взяла. А где он укроп-то? У меня там стоит около нашей тележки. Да ты что? Укроп на куле, что ли? Да, я нашла. В натуре укроп. Так, нашу тележку не забрали? Нет, не забрали. Давай попробуем. Укроп. Укроп, вот. Для таких растений как раз такая тележка. Ну, мы сейчас другую возьмем. Так, что здесь? Лемонбаум. Лимонник какой-то. Лаванда настоящая. Ну, не знаю. У меня лаванда здесь всегда погибала. Вот видите, лаванда есть. Базилик. Базилик у меня растет. Розмарин здесь шикарно растет. Как укус даже зимой. В общем, его домой заносить не надо. Так. Что-то. А это что? Тоже укроп? А, здесь тоже, да. Здесь тоже, получается, их поставили. Вкус корона. Это все помидоры. Ну, пойдем погуляем. Посмотрим, что цветы продают. Но цветы мы брать не будем. Мы просто покажем подписчикам, какой у нас тут это. А может быть, мы землю сначала положим? Или мы не знаем, какую будем брать еще? Я же положу здесь. Сколько мы возьмем? Сколько земли? Давай посмотрим, какая есть. Или... Да, вот такой и положим. Гарден. Вот это будет, или то? Осторожно, сейчас у тебя ступенька. Видишь, даже я ничего не говорю. Телега сама ко мне подъезжает. Да. Четыре. Подожди. Так, это восемь сорок семь. Мерклброу. Может, что-нибудь подешевле купить? Давай, два такие, два такие. Ну-ка, давай я гляну. Земля есть земля. Они специально все самое дорогое поставят впереди. Так, а это почему-то шесть. Чем лучше. Короче, знаешь что, давай, пойдем там погуляем, пока больше ничего класть не будем. Это главное, чтобы нашу тележку никто не спер. Хорошо? Давай, там отойдем и разберемся по ходу дела. Мне как-то 10 долларов за землю платить. Туда с собой бери. Зачем? Ты ли в таскать ее буду? Видишь, что сами. Посмотрим. 9-10 долларов. Подкормка, подкормка. Так. Какое великолепие. Да. Цветы не будешь кушать, поэтому их и не раскупили. Цветы, говорю, кушать не будут, вот они и не раскупленные стоят. Ну да. Вот твои бархотки, те, которые завяли. Вот видишь, вот здесь у них собирается это. Да, они дешевые, доллар 3,8. Так они одноленние. Ну, в смысле, однолетние. Пойдем сейчас поснимаем эту красоту. Некоторые любят, как мы ходим по магазинам. Вот те белые, помнишь, я тебе показывал там на одном этом? Белые такие. Не помню. Сейчас давай посмотрим. Белые такие вот. А, вон кто, наверное, да? О, гиацинтики. Люблю нюхать гиацинты. М-м-м, красота. 7 долларов за цветущие гиацинты в горшке. Ну, это не те, да? Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, какой большой куст бугенвелей. Вот это наши гиацинты. Вот это наша бугенвели. Мы ее здесь покупали. Только у нас другой цвет, но это вот, они здесь растут, как страшный сорняк. Быстро. Вот. Не эти. Помнишь, мы с тобой ехали, я тебе показывал там фронтацию. Ну, скорее всего, и это. Ну, издалека, издалека они все купят. Вот клубника. Рассада клубники. Маленькая. А сколько? Я не вижу цену, ну, наверное, не знаю, доллара два-три. А, во. Нет, там не видно. Так, это что-то, это косилки, да? Ага. 3199 хорошие, такие профессиональные для тех, у кого бизнес. Что? Азалии есть. Маленький кустик азалии. Смотри, какой красивый такой алый цвет. 11 долларов за такой горшочек. Так, розы. По правую сторону мы видим всякие кирпичи для дорожек. Ну, разумеется, сейчас никто, особенно сейчас, не затаривается этим. Ну, я не сомневаюсь, что некоторые люди себе сделали огородики и занимаются сейчас дома. Матери уже не надо материться, мне все время, мне потом больше работает вырезать это все. Так, цитрусовые, маленькие. Они, часть, долго болеют и потом, пока дождешь этих плодов, персик. Мы купили маленькие, он у нас все никак не давал плоды. А вот когда большой покупаешь, не пожалеешь 150 баксов. Этот 180. Сразу дерево купим. Да. Но это еще надо заплатить за доставку. Ну да. Не, я бы не купил. Так, вот наши деревья, вот смотрим здесь, я вижу персимон, хурма, так, оливковое дерево. О, у нас оливков нету дома. Давай купим. Нет, нет. Почему? Не бойтесь? Пока не хочу. Тем более, вы их не едите. Так. В общем, здесь хорошо растут персики, груши, хурма, слива. А я слыхал, что груши, должны две груши быть рядом. Многие растения должны быть все, паровые. Рядом, да? Да. Ну, насколько правда это или нет, я не знаю. О, смотри, как она выглядит. Взяла, упала, бедная. Упала. Это авокадо. Волки позорные. Дали бы мне все это бесплатно, я бы нашел, куда посадить. Это я не поняла, это у них укроп здесь, вот это инжир. Какой на хрен это укроп? Это не укроп. Это укроп, это инжир с чем-то. Ой, гибискус у нас погиб, по-моему. Да ладно. Погиб, погиб, погиб. У него там корни есть новые, он снова полезен. Погиб. А почем коровье дерьмецо? Манюр, компост манюр. Идеально мешать с землей, которая уже есть. Ну, почему? То есть, значит, 5,27 мешок. Вот. Ну, самое хорошее, что? Да. То есть, это если взять землю, которая уже есть у нас? Там какая-нибудь староватенькая. Я ей длинную, могу кирпичи поколоть. А-а-а, понятно. Так, что здесь? Вот это вот. Вот это уже готовая земля. Ее не надо ни с чем мешать. Так. Потом здесь тоже raised bed organic plus. 7,97 за мешок. Так. Они будут 2 кубических фито 56 литров. Это очень большой. Наверное, тяжело его будет поднимать. 6,77. Сеем. Стой, я тебя... Хотела показать вам. Вот здесь олеандры очень хорошо растут. Это вечнозеленый кустарник. Вот. 30 долларов уже готовый большой куст. Есть олеандры белые, красные, розовые. Они даже в минусовую температуру здесь не гибнут. Вот. Я очень люблю приходить вот в этот отдел строительного магазина. Потому что я заряжаюсь от цветов. Мне вот прям кайф. Видите? Да. Как да. Спасибо. И без внимания. У вас. Давай подойдем к цветочкам, они пахнут точно как сирень Ну можно взять маленький, поставить на столе дома, а потом посадить, когда отцвечет А кто тебя спрашивает? Тебя просто ставят... Нет, я ждал этого, я знал что это будет Нюхаем, нюхаем Да ты не сомневайся, я и туда принесу букетик Хочешь в горшочке, в горшочке? Хочешь натуральной, натуральной Ну что, ну перебивай У него выходной сегодня Да, настроение охуеть, прекрасное настроение Мы сегодня будем своим садом заниматься, огородом Ну, молча, три доллара мешок Молча красная, коричневая, черная Первый самолет за неделю вижу Вот такие трубы брать и клубнику садить Не поняла Да Клубнику садить Сажать Ну, сажать, ладно Берешь, капываешь землю Нет, сперва делаешь дырки Потом забиваешь землей Сделаешь такой желобочек И потом поливаешь один раз в неделю Она вся земля пропитывается Отсюда вот горшочки Выдумщик Ничего, я так видел, в интернете видел Ага То есть это еще, получается, не само магазин Это снаружи магазина вот это все Да, это уличная сторона Уличная сторона, да Так Вот эти всякие трубы Если кто-то во дворе у себя Будет дренажную систему проводить самостоятельно Или подрядчики всякие Ну, у меня вот для этого я и сделал Возле бассейна У меня же там лежит труба вот такая Мебель для сада Да 129 долларов вот скамейка beloved Мебель between У Сум Сум с Мебель 12,98 вот эти лилии. Ромашки 5, эти маленькие горшочек 5, мы здесь не покупаем уже цветы обычно, потому что можно пойти и купить на базаре дешевле, ну может быть конечно не такое количество вариантов, вот лаванда, да? Ну что, все откуда? А смотри какие симпатичные. Сультанчики, нарциссики. Проще сейчас пойти и показать сколько стоит, когда просто луковица из луковицы вырастет. Все войдем. А вот. Смотри, что это. Да? Я показала уже, да, это лилии. Надо уходить на пенсию и цветами жену радовать, да? Ну, ты неужели думаешь, что это будет интересно, чтобы ты все время торчал дома? Я понял намек. Я... Намек понял. Я... Я... Я намек понял. Чем меньше находишься дома, тем... Ты и так много дома находишься. Я тебя умоляю. Я работаю... А что, одни, подожди, у тебя друзей нет, ни с кем ты никогда никуда не уезжаешь. Ты все время торчишь дома. Ничего. Ну, смотри, вот я не знаю, взяли и покрасили растения, чтобы люди купились и думали, что они так будут расти. Нет, они действительно взяли и покрасили. Тебилизм. Вот это и есть, думаю. Нет, вот такие они. Нет. Вот такие. Они и такие должны быть. Они цветут, они вот здесь. А вот эта игра не просто покрасили концы, покрасили. Концы. Так. Это алоэ, да? Да, да. Вот алоэ. Ну, это кактус нахрен целый. Алоэ. Какой там нахрен. Ну, по 5 долларов маленькие кактусики. Да. То есть здесь, получается, растения, которые должны быть дома. Суккуленты, которые любят сеню. Да, это все сеневые. Домашние, в смысле. Идем посмотрим, какие семена здесь. То люди думают, что американцы не сажают огородность. Мало, но сажают. Особенно у нас в Алабаме. Это в основном, это редкость. Понимаешь? Это редкость. Ну, вот семена. Вот они. Да, 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 да. Семена цветов, овощей, и все тут нарисовано. То есть, никогда не пытались из семян что-то выросить. Где-то доллар стоит, да? Доллар 59. Что именно? Амаран. Давай купим. Давай попробуем посадить. Смотреть, что за этого выйдет может. Вот пассифлора, которую мы покупали. У нас она растет. Да, 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 да. Она вот в семенах. В семенах. Ну, видимо, 2,50. Кто умеет их. Как говорится, у кого есть терпение. И вот это, во что посадить их, чтобы куда ты бросишь свои семена. Да я их сразу бросил куда, куда нужно. Почему я думаю, покупать идут? Потому что это можешь сделать зимой, а весной сажать. Ты знаешь, как красоту готовую. И чтобы, да. Чтобы, то есть, так оно сохранится. То есть, за 2 доллара. Значит, дом, наши две машины. Забор, который строил Сергей. И у нас гости. Уже эти подростки приезжают на своих машинах сами. Раньше их привозили родители. Это у нас что осталось за кадром. И этот карантин. Хорошо, что у нас есть баскетбольная, как говорится, площадка. Волейбольная и бассейн. Ну и наша фантазия, скажем так. У нас, конечно, прикольно вот так. Вот тут это Сергей сделал, как в сказке про красную шапочку. Дёрни за верёвочку, дверь откроется. Вот типа такого. И все они на улице. Все они на улице. Вон, вон, вон. Доктор, профессор Миссис Синговик. Доктор, профессор Миссис Синглмик. Субтитры сделал DimaTorzok